Смерть, насилие и страдания Независимой комиссии ООН по расследованию событий в Сирии. Карла Дель Понте, большое спасибо за участие в передаче «АйТок». Как я уже сказала, вы член комиссии по Сирии, доклады, которые говорят о новом уровне жестокости. Вы давно стали экспертом в этой области. Что же произвело впечатление на вас? Здравствуйте. Нам не опубликован уже пятый доклад. И мы констатируем рост числа военных преступлений и преступлений против человечности. Все больше преступлений, все больше проявлений жестокости, причем с обеих сторон, как отмечалось и в предыдущих докладах. О каких преступлениях идет речь? Что вас особенно поразило? Все виды насильственных действий – убийства, пытки, сексуальное насилие, казни, депортации. То есть, если взглянуть на список возможных военных преступлений и преступлений против человечности, то все это совершается сейчас в Сирии. И плюс к тому еще использование химического оружия. Давайте послушаем первый вопрос. Он как раз касается химического оружия. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я из Польши. И хочу задать вопрос. Есть ли доказательства использования химического оружия в Сирии? И если да, то как это повлияло бы на ситуацию? И так имеются очень убедительные доказательства, но их нельзя назвать неопровержимыми, поскольку у вас нет доступа в страну. Именно так. В докладе говорится, что установлены четыре случая применения химического оружия, но расследование продолжается. Генеральный секретарь определил специальную процедуру ведения расследования. И теперь по этому вопросу должны высказаться эксперты. Я думаю, что сейчас, после того, как наша комиссия смогла установить, что химическое оружие применялось обеими сторонами, лучше всего будет дождаться завершения расследования. Как вы думаете, позволит ли Сирия сотрудникам ООН посетить страну, чтобы получить требуемые доказательства? Думаю, что да. И надеюсь, что все члены комиссии получат разрешение на въезд в Сирию. Нашей работе очень мешает отсутствие доступа в Сирию. И это касается не только расследования и использования химического оружия. Поэтому чем скорее мы сможем попасть туда, тем лучше. Как вы думаете, когда у вас появится такая возможность? К сожалению, совершенно не представляю. Но мы продолжаем обращаться за поддержкой в ООН, к России и всем странам, которые могли бы помочь нам получить доступ в Сирию. Я надеюсь, что когда начнутся переговоры в Женеве, там поднимут вопрос о возможности для комиссии работать в Сирии. Это крайне важно. Многих смутило, когда в мае вы заявили, что имеются доказательства использования химического оружия повстанцами. Жалеете ли вы о своих словах? Нет, нисколько. И я подтверждаю, что у нас есть некоторые доказательства. Впрочем, расследование еще продолжается. Поэтому давайте дождемся его завершения. Но у нас, конечно, есть определенные доказательства. Иначе я не стала бы говорить об этом. Но, похоже, есть доказательства того, что химическое оружие используют в большей степени режим, чем повстанцы. Не знаю. Сейчас надо дождаться окончательных результатов расследования. Мы переходим теперь к следующему вопросу, который поступил по социальной сети от Махмуда, гражданина Сирии. Он спрашивает, почему Запад много говорит и мало делает, когда закончится война. Мне кажется, это верная постановка вопроса. Полагаю, что такие чувства испытывают многие люди, которые разочарованы из-за того, что все так долго тянется. Эта война продолжается уже два года. Десятки тысяч человек погибли, но Запад, похоже, все колеблется. Что тут сказать? Все, кто страдает от войны, ждут мира и справедливости. Столько сирийцев стали беженцами, кто внутри страны, кто за ее пределами. Эта гражданская война стала настоящим бедствием для 19 миллионов жителей. Это просто немыслимо. Поэтому я очень надеюсь, что очень скоро будет восстановлен мир. Сохраняются ли у вас надежды, связанные с мирной конференцией в Женеве, учитывая трудности с участием оппозиции, у которой нет единых представителей? Я знаю из прессы об этих трудностях, но целиком полагаюсь на Россию и Соединенные Штаты. Две страны, которые организуют эту конференцию. Может быть, потребуется много времени, но я сохраняю надежду, потому что ситуация трагическая, крайне трагическая. И те, кто выжил, ждут, когда смогут жить нормальной жизнью в условиях демократии и соблюдения прав человека. Вы призывали в прошлом привлечь режим Башараса до к ответственности в Международном уголовном суде. Вы продолжаете на этом настаивать? Необходимость осуществления правосудия давно назрела. Но, к сожалению, на это не дает согласие Совбез ООН. А в отсутствие решения ООН Международный уголовный суд не может взяться за это дело. Возможно, другие варианты, например, специально созданный трибунал. Но, как отмечено в нашем докладе, лучшим решением был бы Международный суд. Особенно, когда речь идет об уголовном преследовании высокопоставленных лиц. Ведь делами многочисленных исполнителей более низкого ранга Международный суд заниматься не мог бы. Их делами занимались бы государственные суды или специальные трибуналы. Думаю, это очень важно. Ведь я по своему опыту знаю, что пока не осуществлено правосудие, мир невозможен. И я на этом настаиваю. И надеюсь, что международное сообщество перейдет к решительным действиям в самое ближайшее время. Большое спасибо, Карло Дель Понте, что приняли участие в нашей передаче «АйТок». На этом мы заканчиваем. Чтобы узнать, кто будет нашим следующим гостем, заходите на наш интернет-сайт или следите за объявлениями в социальных сетях. До следующей встречи. С вами была Изабель Кумар. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»